Традиционно, еще до наступления Пасхи, на рынках появляется множество ярких и разнообразных искусственных цветов. Из года в год ассортимент выпускаемой продукции растет. Он рассчитан на десятки тысяч людей, которые на Радоницу считают своим долгом посетить места, где похоронены родные и близкие. Какие цветы предпочтут купить для этой цели брещания – живые или пластиковые? И почему? Этот вопрос мы задали прохожим. Если букетик искусственный поставить, я думаю, ничего страшного. Они плохо утилизируются. Это такие затраты. Я бы запретил продавать эти искусственные цветы. Однозначно. Только живые. В горшочке. Я считаю, что лучше искусственные, потому что живые, они же бастровянные. Лучше живые цветы, потому что искусственные, они загрязняют планету тем, что долго разлагаются, так как это пластик. Это всё влияет на экологию. То есть, надо их чем-то заменять, либо приносить по минимальному количеству. Как и ожидалось, мнения разделились. При этом сторонники искусственных цветов отмечали, что делают такой выбор потому, что посадка растений требует времени и ухода. А срезанные цветы долго не простоят. Действительно, недавно купленные розы и пионы из пластика выглядят ярко и не завянут. Однако, под воздействием дождя и солнца краска на изделиях выцветает. И через некоторое время в большинстве случаев можно увидеть такую картину. Я призываю верующих, кто себя таковым считает, я же не могу навязывать это мнение, тот, кто не верит. Для этого есть экологические службы, и они этим занимаются. А мы вот именно призываем нравственно, чтобы понимали, что это бутафория, обман, не должно быть этого. Всё должно быть от чистоты души моей, а не так отвязаться, вот, зато долго там стоит этот цветок, и хорошо. И не надо никаких забот. И причём до революции не знали такого, чтобы искусственными цветами покойнику, там, или на свадьбе, или ещё где-либо. Не было такого, только живые цветы, естественное всё. Пусть будет этот цветочек один, скромненький, но чтобы он был от души. Пластиковые цветы не перерабатываются в Республике Беларусь. Разложение их происходит только через 100-150 лет, поэтому они оказывают большое влияние, экологически опасное влияние на окружающую среду, непосредственно на подземные воды и почву. Поэтому специалисты областного комитета убедительно просят о том, чтобы граждане территории Бреста и Брестской области всё-таки использовали не пластиковые цветы, когда посещают кладбище своих близких, а использовали живые цветы. В качестве альтернативы Министерство природы рекомендует высаживать в грунт многолетние растения, карликовые, кустарники и газонную траву, использовать живые цветы в горшках, свечи и ленты из ткани. Да и просто поддерживая порядок, вы также отдаёте дань памяти усопшим. Похоже, что бизнес с китайскими корнями достаточно уверенно чувствует себя на территории Беларуси, о чём говорит один только факт, что ежегодно после праздника около миллиона искусственных цветов привозят на полигоны твёрдых бытовых отходов. А вот нужны ли нашим усопшим такие знаки внимания – это большой вопрос, ведь пластик не подаётся вторичной переработке, а после его сжигания в атмосферу выделяется множество токсичных веществ, которые вредны прежде всего для детского здоровья. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.